Всем привет! Это первая часть из серии видео о том, как нами скрытно управляют и манипулируют вышестоящие элиты. Сегодня мы поговорим про то, как мирное население заставляют хотеть войны, посмотрим, чем занимаются специализированные школы для избранных, как и зачем искажают историю, а также, что с этим всем делать. В 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны, президентом США был избран Вудр Вильсон. Население в то время придерживалось преимущественно пацифистских взглядов и не видело причин, чтобы втягиваться в Европейскую войну. Но власти хотели прямого участия и нуждались в согласии американского народа. Правительство Вильсона организовало пропагандистскую кампанию под названием Комитет Крила, которой, по словам Ноа Махомского, удалось в течение шести месяцев превратить пацифистское население в истерическое и воинственное. Люди захотели уничтожить все немецкое, разорвать их на куски, начать войну и спасти мир. Но как администрации Вильсона удалось это сделать? Что ж, все было намного банальнее, чем можно было бы подумать. Пропаганда – это просто стратегическое повествование с уклоном на драму. Запутайте население, фабрикуя и распространяя рассказы, в которых враги изображаются как безумные звери, питающиеся плотью и свободой. Затем добавьте сюда имя убитых женщин и детей, и распространите шокирующие истории, выходящие за рамки любого приличия. «В разгар последовавшей за этим истерии напомните людям об армии и о том, как вы, да, именно вы, можете помочь искоренить мировую угрозу. Размешивайте эту пропагандистскую смесь примерно шесть месяцев, и вы получите нацию, готовую к войне», – говорит Хомский. А вот так выглядел один из первых плакатов Первой мировой войны, созданный комитетом Крила. Тут можно подумать, что целевая аудитория государственной пропаганды – необразованные, наивные люди. Но это не так. Образованные члены общества, как правило, наиболее влиятельны, что делает их идеальными распространителями идей. Хомский говорит, что штурм сознания образованных граждан в ходе пропагандистских кампаний был использован Гитлером, а также многими другими политиками, и это работает по сей день. Уолтер Липман, который был деканом американских журналистов и крупным теоретиком либеральной демократии, принимал участие в работе Комитета Крила и последующих подобных кампаниях. Липман считал, что использование пропагандистских приемов для воздействия на общественность не только приемлемо, но и необходимо. Хомский объясняет этот момент так. По его словам, общие интересы полностью ускользают от общественного мнения и могут быть поняты и управляться только специализированным классом ответственных людей, которые достаточно умны, чтобы во всем разбираться. Эта теория утверждает, что только небольшая элита, интеллектуальное сообщество, может понять общие интересы и решать, что правильно, а что нет. Остальные же должны слепо выполнять их установки. Хомский говорит, что специализированный класс избранных с раннего возраста учится в спецшколах, где им и дают знания о том, как в будущем манипулировать обществом. Для примера давайте посмотрим на образование Дэвида Кэмерона – британский политик, лидер консервативной партии, 75-й премьер-министр Соединенного Королевства. Это изображение 17-летнего Кэмерона в его Иттонской школе. Портал MailOnline разыскал одноклассников Кэмерона, чтобы узнать, чем выпускники теперь зарабатывают на жизнь. Они сосредоточились на 10 студентах из ряда, в котором стоял Кэмерон. Сравните их работу с теми, кто ходил в вашу школу. Кэмпбелл Кларк – чрезвычайно успешный финансист. Он является основателем и управляющим директором Astier Capital. Компанией, которая привлекает миллиарды долларов капитала для хедж-фондов и проектов развития бизнеса. Том Гофф – ведущая фигура в британских скачках и председатель компании Blend Ford Bloodstock в Нью-Маркете, соучредителем которой он и является. Саймон Андреа – ведущий международный телепродюсер. В последнее время он был исполнительным вице-президентом Fox TV в Америке, отвечая за подразделения реалити-шоу. Джеймс Лирмонд – миллионер, основавший сеть баров по продаже диетических продуктов и соков Краш. Сам Дэвид Кэмерон – премьер-министр Великобритании с 2010 года. Роланд Уотсон – политический редактор The Times, принадлежащий медиамагнату Руперту Мёрдоку, который тесно связан с Кэмероном. Эд Кларк – основатель и директор InfraCapital – подразделение по финансированию проектов и инфраструктуры, входящего в состав глобального финансового гиганта M&G. Чарльз Тоддхантер – венчурный капиталист. Криспин Гибс – владелец роскошного центра по дайвингу Black Marlin и курорта на острове. Питер Дэвис – дирижер и директор Вестминстерского камерного оркестра и национального оркестра подготовительной школы. Итан – необычная школа. Это золотой билет в специализированный класс. Но, возможно, год Кэмерона был просто аномалией, необычайно успешной связкой. Это кажется забавным, пока вы не осознаете тот факт, что Итанский колледж, в котором обучается около тысячи учеников, с момента открытия выпустил 19 премьер-министров. Многие из них там и учатся манипулировать людьми. И тут Холмский упоминает несколько способов, используемых в пропаганде для внедрения в общество, чтобы заставить стадо подчиняться. Первый пункт пропаганды – фальсификация истории. Холмский ставит в пример войну во Вьетнаме. Сколько было жертв среди жителей Вьетнама во время войны? Этот вопрос был задан участникам исследования в Массачусетском университете, посвященного убеждениям и взглядам с экранов телевизоров. Официальная цифра – около двух миллионов. Фактическая цифра, вероятно, составляет от трех до четырех миллионов. В среднем американцы отвечали на этот вопрос количеством около ста тысяч. Это результат успешной попытки манипуляции и фальсификации истории со стороны американских СМИ. Но в чем выигрыш СМИ от такой фальсификации? Холмский говорит следующее. После войны во Вьетнаме были приложены огромные усилия, чтобы восстановить историю произошедшего. Слишком много людей начали понимать, что происходило на самом деле. В том числе солдаты и молодые люди также были вовлечены в движение за мир. Политиков это, естественно, не радовало. Они решили срочно убрать все подозрения и восстановить псевдоздравомыслие, а именно признание того, что все было благородно и правильно. Если мы бомбим Южный Вьетнам, то это потому, что мы защищаем свободу людей с Южного Вьетнама от тех, кто на нее позарился. Интеллектуалы Кеннеди назвали это защитой от внутренней агрессии в Южном Вьетнаме. И это сработало очень хорошо. К тому же, эту защиту от внутренней агрессии мы наблюдаем и сегодня в разных уголках планеты. Не так ли? Но как защититься от влияния первого пункта? По идее, все просто. Сколько вы знаете людей, которые имеют твердое мнение о политике или мировых делах, но не обладают какими-либо историческими знаниями, чтобы надежно подкрепить свою позицию? Таких единицы. Чтобы избежать этой ловушки, интересуйтесь историей. Изучайте различные источники и всегда ищите критику по отношению к определенной точке зрения. Историки не всегда соглашаются между собой, и это хорошо, ведь так мы начинаем думать и анализировать факты самостоятельно. Сопоставляя исторические данные с современными процессами, можно понять, что происходит на самом деле, и не реагировать на пропаганду. Начать же можно с удивительного подкаста Дэна Карлина под названием «Жесткая история» и книги Вилла Дюранта «Полная история цивилизации». А на этом первый эпизод, посвященный пропаганде и манипуляции, подходит к концу, друзья. Во второй части вас ждет магическое число 7 ±2, которое стало воплощением мечты для пропагандистов. А также вы узнаете, чему именно учат специализированный класс. Подписывайтесь на канал «Удивительные факты», чтобы не пропустить. До новых встреч!